Всем привет! Меня зовут Александр, мы с вами продолжаем играть в Саурин, продолжаем выживать за Дакота Раптора, но это, соответственно, симулятор динозавра у нас. Я думаю, что это будет в ближайшее время последним выпуском по этой игре, потому что мы с вами практически всё сделали и в этом выпуске постараемся убить... Ммм? Ещё один Дакота Раптор. И в этом выпуске постараемся с вами убить Тираннозавра. Эмм... Я... Я думаю, что у нас всё получится. Так или иначе... Тихо, не лагай. Игрушка иногда лагает, потому что всё-таки это... Да, это ранний доступ, это пре-альфа. В общем, разработчики обезопасили себя, как только могли, даже пре-альфа написали. Хотя, в принципе, игрушка уже, знаете, по сравнению со многими другими, очень и очень неплохая. Естественно, конечно, наполненности миру не хватает. А ещё бы онлайн сюда прикрутить, чтобы и другие люди могли играть и... Ну, не знаю, как-то вот именно против человека можно было сражаться на динозавре. Это было бы действительно очень круто и интересно. И с какой-то стороны это было бы гораздо-гораздо сложнее. Представляете, такие два Дакота Раптора, которые пытаются друг на дружку запрыгнуть. Сейчас у нас с вами задача найти себе Тираннозавра где-нибудь на равнении. Потому что, как мы в прошлом выпуске с вами поняли, в горах он цепляется об ландшафт. И его убить не составляет никаких абсолютно проблем. Я же хочу с ним посражаться по-честному. Я не думаю, что мы сегодня с вами спрогрессируем на следующий... На следующую фазу роста. Потому что мы только-только это сделали. У нас сейчас 11 фаза. И до следующей фазы реально ещё очень далеко. Но что самое интересное, для убийства Тираннозавра нам не понадобилось очень много укусов. Да, кстати, многие привыкли видеть Тираннозавров, такие как в игре Арксурвавл и Вов. Такие классические, чешуйчатые, да, такие свирепые. Здесь же Тираннозавры с перьями. То есть, больше похожи, наверное, на Ютиранусов. То есть, если не ошибаюсь, это просто немножечко другой временной отрезок. То есть, и во-первых, территориальная, другая местность, да. А во-вторых, другой временной отрезок. И в этой местности как раз жили вот такие вот Тираннозавры с перьями. Ну уж, и коли я заговорил про онлайн, то, что здесь хочется мне онлайна, в следующем выпуске, точнее, следующий обзор мы с вами сделаем на игру The Isle. То есть, остров, это как раз игра про динозавров онлайновая. То есть, там серваки, на них выживают конкретно люди за динозавров. И, ну, грызут друг друга. Просто там живут, не знаю, общаются или что-то типа того. А вот и Рексик. Итак, не вовремя дождь начался. Слушай, я могу на тебя запрыгнуть, а? Секунду. Хорошо, хорошо. Он как-то так ко мне повернулся, не по-доброму. Запрыгнуть-то я на тебя вообще могу теперь или нет? Я просто стал побольше на самом деле. Во-во-во, смотри, что творится. Я, в принципе, в хвост ему как-то вцепился, но никакого эффекта это не дало. Он просто развернулся и пошел. То есть, ну, даже не то, чтобы инфекта не дало. Мы сразу с него спрыгнули. Давайте попытаемся все-таки запрыгнуть на него. Правда, в прошлый раз нам это ничего не дало. Он как бы насталкивает себя. Что? Ты даже в таком состоянии не хочешь на нас нападать, да? То есть, ему не прописана агрессия, когда его атакуешь вообще. То есть, сейчас он не заглючивший, как вы видите. Мы можем даже попытаться на него запрыгнуть. Давай попытаемся запрыгнуть на тебя. Ну же, пожалуйста. Нет, он нас просто с себя моментально стряхивает. А нет, смотри, смотри, смотри. Он заинтересовал со мной, да? Стал разворачиваться, но перестал тут же. Дай я тебе пузико почешу. Дай там, может быть, в перьях кто-нибудь у тебя застрял. Дай, 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 почешу, почешу. Празиты какие-нибудь. А чё ты от меня убегаешь, эй? Странный какой, а? Вообще дико-дико странный. Я, честно говоря, немножечко опасаюсь, что он может развернуться, укусить меня и мне... И мне будет кобздец. Но нет. Пока ничего такого даже не происходит. И он абсолютно не заглючивший. Он просто не проработан. Почему-то тираннозавры не нападают. Вот этого я вообще не понимаю. Да. Абсолютно точно. Они пока что не агрессивные. Нас не атакуют. То есть вообще можно, конечно, попытаться подойти к нему перед клювом и дать нас укусить. Посмотреть, вообще укусит он нас или нет. Можно попытаться это сделать. Но вот так вот. Просто вот он ходил. Мы его грызли. Он ходил, мы его грызли. И ничего. И от него было вообще ноль внимания. Фунт презрения. Пока мы его не загрызли, он не умер. Ну, да. Просто, наверное, его ещё не проработали. Точнее, вообще даже ничего с ними не делали. Он просто введён в игру, как такой, не знаю, элемент устрашения. Или просто показать, что они, в принципе, над ним работают. Но на самом деле, я же видел, как тираннозавр нападает на крокодилов здесь. И другой момент. Трайки, мне кажется, тоже абсолютно ещё не проработаны. Потому что, скорее всего, они должны нас бодать. И своим ударом головы тоже убивать. Может быть, с одного-двух ударов максимум. Ладно, давайте ляжем здесь и поспим до следующего утра. На самом деле, игрушка, согласитесь, игрушка очень красиво сделана. Графика очень и очень приятная. Свет, тени, всё проработано великолепно. Требования по компьютеру тоже у них там незапредельные. То есть, вполне на большинстве машин пойдут. Там, средний довольно-таки компьютер требуется для неё. И теперь я хочу, наверное, попытаться ещё атаковать какого-нибудь одного крокодильчика. Интересно, здесь крокодила есть или нет? Давайте водички попьём. Вон, вижу крокодила. Не знаю, он заглючивший или не заглючивший. Давай, вылезай из воды. Вылезай из воды. Давайте быстренько где-нибудь здесь сохранимся. Давайте попытаемся сагрить его. Чёрт, я чего, трайка сагрил, что ли? Ой, я, походу, трайка сагрил. Прикинь? Вот это странно. Или трайк просто воды пошёл попить? Честно говоря, это было очень непонятно. Ну-ка, привет. Просто в воде-то он меня абсолютно точно загрызёт. Ну давай, выбирайся из воды. Эй. Выбирайся из воды. Нам никакого смысла вообще здесь в воде на него нападать нету. Потому что он просто развернётся и укусит нас. Давай, давай, я рядом. Я рядом, давай. Ммм, аккуратный, боязливый. Или тебя пугают мои размеры? Смотри, вот он, мой хвост. Прямо рядом с тобой. Смотри, вот он, вот он. Ну-ка. Ну, давай, за хвост. Ну, попытайся за хвост меня укусить, а? Ну, а если я на тебя напрыгну прямо в воде? Смотри, вот он... Смотри, что творится. Смотри, что творится. Так, это какое-то глючное место. Я понял, нужна другая река. Здесь так это не работает. Он меня укусить не мог, я его закрыз в воде и победил. Обалдеть. Сегодня день глюков и багов, я понял. Ладно, пошли другую реку искать. Но если они оставят эту игру синглплеерной, сюда, конечно, нужно прикручивать размножение и атаки хищников. Чтобы мы ещё и от хищников пытались, там, защитить наших детёнышей. Там, не знаю, обязательно нужно добавить, чтобы детёнышам нужно было искать пропитание. То есть, ну, чтобы мама для детёнышей добывала вначале пропитание, да? Потому что они совсем маленькие, ещё сами не могут этого сделать. А не то, как это реализовано сейчас. Это если игра останется синглплеерной. То есть, вот моё видение. Но, как это реализуют разработчики, не знают никто. Но, до этого, я ещё думаю, очень-очень далеко. Потому что сейчас, пока что, разработчики будут направлены на то, чтобы просто добавлять новых динозавров. И давать нам, возможно, за них поиграть, развиться за них. Ну, а там, глядишь, может быть, действительно что-то интересное прикрутит в будущем. Ну, крокодильчик, давай, иди сюда. Какой-то же ты странный. Какие же вы все заглючившие, забаговавшие. Тихо-тихо-тихо. Он меня укусил, конечно, на 50% здоровья. Но, ничего страшного. О, смотри, тоже Дакота Раптор. Во! О чём я и говорил. Смотри. Из ниоткуда прибежал Рекс и атаковал крокодила. Давай, я вообще двигаться не буду. Мне интересно, он на меня нападёт или нет? Дакота Раптор, он был поменьше меня, он просто свалил. Рексик, ты там наелся, а? Ну, ладно, а если мы его попытаемся сагрить? Так, хорош. Постой, постой. То есть, он на меня агрится только, когда я проявляю вот такую явную агрессию к нему, да? Сейчас он меня должен ударить и забить. Но я просто специально не отходил. То есть, в этом плане он как раз к нам проявляет агрессию в тот момент, когда вот мы пытаемся его спровоцировать. Вон он опять идёт. Я просто загрузился с этого места. Он что, на меня согрелся? Ты на меня согрелся, да? Ты прям серьёзно? Подожди, подожди. Это нормально работающий Рекс? Ты нормально работающий Рекс? Нет, такая же тупая баллонка. Я понял. Он обиделся, походу. Ой, жесть. Он реально, походу, обиделся. За то, что я такое про него сказал. И да, что-то крокодилы какие-то заглючившие, вообще непонятные. Что там происходит? Ага. Всё правильно. Крокодильчик меня убил сейчас с одного укуса. Ну, может, там максимум с двух. Запрыгнуть я на него могу. Не, вот смотри, вот опять, да? Опять убивает просто с одного. Там, может быть, он наносит и два, три укуса. Просто они очень быстро происходят один за другим. Из-за этого он нас убивает. Ну, сейчас прибежит Рекс и за меня отомстит. Но на этом давайте завершим этот выпуск. Потому что, как видите, в принципе, всё вот это ещё не до конца работает. Рексы плохо работают. Крокодил не хочет агриться, выползать на сушу. Только в некоторых местах всё хорошо срабатывает. Там вроде всё как надо. С Рексами вообще ничего не понятно. Ну, ждём, когда игру улучшат. Ждём, когда добавят новых динозавров. Может быть, добавят им... Не знаю, прикрутят получше искусственный интеллект. А на этом давайте завершать. Надеюсь, что вам этот выпуск понравился. Мы здесь всё в этой игре посмотрели. Если так, пожалуйста, ставьте лайки. Не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропустить новые выпуски по этой игре. А также с другим играм. Ближайшие... Смотри, крокодил живой и прогнал отсюда. Прогнал отсюда тираннозавра. В ближайшее время с вами начнём. Пахи там ещё прибежало. Вау. Мир живёт своей жизнью. Я думал, он на крокодила сейчас нападёт. Соответственно, в ближайшее время появятся выпуски по игре Айсел. Я не знаю, сколько их будет. Один, два выпуска. Посмотрим, насколько интересная игрушка будет. Посмотрим, есть ли кто-то на серваках или нет. На этом всё. Удачи. Пока. Увидимся в следующем выпуске.